Ни пуха, ни пера. Уже завтра в леса потянутся любители охоты. Сезон официально стартует в ночь на субботу и продлится до 29 апреля. В этом году охота впервые проводится по новым правилам, которые вступили в село в России летом прошлого года. В департаменте по охране животного мира республики горячая пора. До весенней охоты осталось меньше недели. Значит, пора оформлять все необходимые документы. Алексей Сапожников, к примеру, уже размышляет о том, какие блюда приготовит из пойманной дичи. Самое вкусное – это шулюн из утки на костре, так, чтобы пахло дымком. На руках у охотников должен быть один документ – билет единого федерального образца. Выдается он при наличии заявления, фотографии и копии паспорта. Минимальный срок ожидания – пять дней. В МРИЛ в этом году зарегистрировано 12 тысяч охотников. Из них только около 7 тысяч уже получили необходимое разрешение. Правда, в этом году охотникам перед выходом в лес следует изучить новые правила охоты. Согласно им, весенняя охота на птиц разрешена исключительно на водоплавающую и боровую дичь в течение 10 календарных дней. Также определены примерно порядок, как производится охота. На гусе это у нас из шалашей, скрадок, фолях, получается, используя профиля, манки или самих гусей. То же самое у уток селезни открывается охота. Это именно из шалашей, из укрытий. На тетеры у нас открывается охота только на самцов тоже. Тоже из укрытий, только на токах. Весенняя охота на селезни разрешена только с подсадной уткой. Раньше охотники могли использовать муляж. Новыми правилами определено не только на кого можно охотиться, но и как это делать. Вашний повод новый у нас с этого года в правилах российской теряции принято. Это только на вечерней тяге. Утренней тяге охоты на варшни позапрещено. Тока открывается и используя полутя. Тока можно использовать легавые собаки. Это как подружейные собаки. Остальные собаки в весенней охоте запрещены использовать. Впрочем, охотникам следует помнить и о количестве добываемой дичи. Гусей и уток по три головы в день. Вальшнепов пять за тягу. Величина калибра охотничьего ружья не должна быть меньше 7 миллиметров. Запрещено использовать нарезное и комбинированное оружие. Исключение составляет охота на медведя. Охотоведы говорят, не лишним будет и проверить разрешение на оружие, а также уточнить границы охотничьих хозяйств. Нарушать их будет нельзя. В противном случае охотники не смогут взять разрешение на охоту в осенний период. Главное процесс... Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Информационная служба ТВ